В городском приемнике для бездомных животных содержатся кошки и собаки, которые волею судьбы остались без крыши над головой. Какого-то котенка подобрали школьники на улице и родители запретили оставить его дома. Кто-то попал сюда после смерти единственного хозяина. Несмотря на то, что волонтеры активны, ищут новый дом для пушистых питомцев, в среднем в казенных клетках питомника живут около 90 кошек и собак. И эта цифра не уменьшается. Но, как выяснилось на публичных слушаниях по бюджету, в городскую казну в следующем году не заложены средства на финансирование приюта для животных. Сейчас регион будет давать миллион. Мы будем добавлять? Не думаю. Говорят, что на следующий год в городском бюджете не будет выделяться из городского бюджета средств на содержание безнадзорных животных. Только на областные деньги, на миллион это невозможно. Большое помещение, его надо содержать. В текущем году в смете комбината благоустройства на содержание приемника было заложено 4 миллиона рублей, один миллион из которых выделяет область. Эти деньги идут на отлов и содержание сроком до 10 дней. Еще один миллион предприятий заработало за счет приносящей доход деятельности. Остальные 2 миллиона давал город. Если этих денег не будет, это просто катастрофа будет. Это, во-первых, увеличится количество эвтаназии. Эвтаназии, то есть щенки, котята, куда их делать, они не подлежат к операции никаким. Их надо сразу. Эвтаназия, значит, и трупохранилище. Из-за отсутствия средств через 10 дней животных просто-напросто придется выпускать обратно на улицу, что повлечет значительное увеличение количества безнадзорных кошек и собак. И как результат – ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки. Уже два года подряд сидим здесь в карантинных побешенствах. И если резко увеличится количество безнадзорных животных, они, которые будут в лесу постоянно быть в контакте с дикими животными, то здесь будут очень большие проблемы для города, для населения. Согласно правилам, отпускать животных из приемника можно только после проведения определенных процедур и рекомендаций ветеринара. Стерилизация хоть и урегулирует размножение, но никак не повлияет на агрессивность бездомных кошек и собак. При этом в питомнике содержат животных не только с улицы. Хозяева приносят туда и породистых питомцев. Этих породистых собак мы не можем за 10 дней найти новых хозяев. Они у нас некоторые сидят годами. Пока мы в итоге все равно находим новых хозяев, отдаем, их тогда сразу что, так же, ну, кастрировать, выпускать на улицу, но они сдохнут сразу на следующий день. Они же не приспособлены. Вопрос с финансированием приемника пока остается открытым. Все точки над «и» будут расставлены в конце декабря, когда депутаты примут бюджет города на будущий год. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова